В беседах святого Златоуста на первое послание к Коринфянам он задевает такую тему, называется «К неверующему в воскресение». «Пусть никто не сомневается в истине воскресения. Если же кто не верует, то пусть помыслит, сколько тварей Бог сотворил из ничего и примет это доказательство истинной воскресения. Ибо сотворение существующего гораздо удивительнее и представляет непостижимое чудо. Смотри, Бог, взяв землю, смесил ее и образовал человека, землю, которая прежде не существовала. Как же земля стала человеком? Как она из небытия приведена в бытие? Как произошло из нее все, бесчисленные роды животных, семян, растений, тогда как при этом не было болезни рождения, не спадал дождь, не было ни земледелия, ни валов, ни плуга, ничего другого, что содействовало бы к их сотворению. Бог для того и произвел в начале из неодушевленного и бесчувственного вещества столько родов растений и бессловесных животных, чтобы тогда же внушить тебе истинного воскресения. Сотворение непостижимое воскресения, ибо ни одно и то же зажечь угасающую свечу или произвести огонь, никогда не существовавший. Здесь есть, по крайней мере, готовое вещество, а там не было и вещества. Посему Господь сотворил наперед труднейшее, дабы ты допустил легчайшее. Труднейшее, я говорю, не для Бога, но для нашего представления. Для Бога нет ничего трудного. Но как живописец, написавший одну картину, легко может написать их и множество, так и Бог еще легче может сотворить бесчисленное множество миров. Или лучше, как для тебя легко представить в воображении город и множество миров, так для Бога легко сотворить их, или даже гораздо легче. Ты, по крайней мере, употребляешь несколько времени на представление их, а в Боге нет и этого. Но сколько камней тяжелее самих легких вещей, или лучше разума нашего, столько наш разум уступает в быстроте творческой силе Божией. Ты удивляешься могуществу его на земле. По мысли еще, как произошло небо, прежде не существовавшее, как бесчисленные звезды, как солнце, как луна, которые все прежде не существовали. И еще скажи мне, как по сотворению они держатся и на чем? Какое основание имеют они? Равно, как и земля. А что за землею? Что опять за тем, что за землею? Видишь ли, в какое недоумение впадает умственный взор твой, как скоро ты не прибегаешь к вере и к непостижимой силе Творца. Если же хочешь объяснить это делами человеческими, то можешь и таким образом несколько окрылить разум свой. Какими, скажешь, делами человеческими? Не видишь ли ты, как горшечники выделывают сосуд из вещества смешанного и безобразного? Как рудокопы из металлоносной земли извлекают золото, железо и медь? Как производители стекла обращают песок в тело твердое и прозрачное? Говорит ли о выделывателях коши, красильщиков пурпуровых одежд? Как они придают им один цвет вместо другого? Говорит ли о нашем рождении? Немалое ли семя, сперва не имеющее вида очертания, сообщается в приемлющую его утробу? Каким же образом является живое существо, а пшеница? Не голое ли зерно бросается в землю? Не согнивает ли оно, будучи посеяно? Откуда же является колос, стебель и прочее все? Каким образом малое зернышко, смоковнице, упав на землю, производит корни, ветви и плоды? Все это ты допускаешь и не подвергаешь сомнению, а требуешь от Бога отчет в том, как Он преобразит наше тело. Можно ли простить это? Все это и подобное говорим мы язычникам, а верующему мне и говорить нет нужды. Если бы ты захотел наследовать все дела Божии, то чем Бог был бы больше человека, даже и дела многих людей мы не следуем. Если же мы поступаем так по отношению к людям и не исследуем дел их, то тем более они должны исследовать премудрость Божию и требовать от нее отчета. И во-первых, потому что виновник откровения достоин веры, во-вторых, потому что сами дела его не подлежат суждению разума. Бог не столь немощен, чтобы производить только то, что может быть постигнуто твоим слабым разумом. Если ты не понимаешь дел художника, то тем более высочайшего художника, Бога. Итак, не сомневайтесь в истине воскресения, иначе вы будете весьма далеки от надежды благ будущих. И чем выражают свою мудрость или лучше свое великое безумие противники этой истины? Как говорят они, воскреснет тело, когда оно смешивается с землей, обратится в прах и рассеется по разным местам. Для тебя это непостижимо, но не для недремлющего ока. Для него все ясно. Ты не видишь раздельного того, что смешано, а он видит все. Ты не знаешь и того, что сердце ближнего, а он знает все. Если же ты не веруешь воскресению, потому что не знаешь, как Бог совершит воскресение, то значит не веруешь и тому, что он знает сердечные помышления, которые также невидимы. Весество тела и поразрушение остается видимым, а помышления невидимы. Посему видящие невидимое со всей ясностью неужели не видит видимое, и не может легко восстановить состава телесного. Очевидно, может. Итак, не сомневайся в истине воскресения. Это сомнение есть внушение дьявольское. Дьявол старается внушить это не только для того, чтобы не верили воскресению, но чтобы прекратились и дела добродетели. Ибо кто не ожидает воскресения и не думает давать отчета в делах своих, тот едва ли будет добродетелем. И наоборот, кто не хочет знать добродетели, тот не станет верить и воскресения. То и другое подкрепляется взаимно порок неверием и неверия порокам. Обремененная грехами совесть, страшась будущего воздаяния, и не желая находить утешение в перемене, к лучшему старается успокоить себя неверием. Если ты будешь утверждать, что нет воскресения, не суда, то другой скажет, следовательно, я не буду отдавать отчета в своих грехах. Ну что говорит Христос? Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Матфея 22, глава 29 стих. Бог не совершил бы таких дел, если бы не хотел воскресить нас, но предполагал бы разрушить и обратить в ничто. Не распростер бы небеса, не основал бы земли, не создал бы и всего прочего для одной настоящей кратковременной жизни. Господу нашему славу в веки веков. Аминь. Придите, поклонимся, цареве нашему Богу, приедите, поклонимся и припадем Христу, цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, цареве и Богу нашему. божий именем твоим спаси меня и силу твою суди меня можно услышь молитву мою в нем ли снова муст моих и бы чужие восстали на меня и сильные вечер души моей они не имеют бога пред собою о вот